Привет спортсменам и болельщикам! 2018 год подошел к концу. За эти 365 дней произошло огромное количество побед и поражений. Сотни медалей разного достоинства обрели своих хозяев на территории нашего города. Это программа «Дополнительное время». Давайте вместе вспоминать самые яркие спортивные события ушедшего года. Готовы? Тогда на старт. Внимание! Зима 2018 года запомнилась жителям России олимпиадой, которая прошла в Южной Корее. В первую очередь все, конечно, вспоминают ее по безумному количеству скандалов вокруг наших атлетов и недопускам российской сборной на игры под российским триколором. Для саровчан знаковым событием тех игр стала бронзовая медаль, завоеванная в эстафетной горнке 4 по 5 среди лыжниц. Победительницей стала саровчанка Анастасия Седова. Еще перед отъездом на игры мы встретились с Настей и пообщались на тему олимпиады и отношения спортсменов к тому, что выступать им придется под нейтральным флагом с цветными кольцами. Вот часть этого интервью. Расскажи, пожалуйста, про ближайшие планы свои спортивные, к чему готовишься прямо сейчас? Сейчас цель у нас олимпиада, хорошо выступить на олимпиаде. И Маркус говорит, очень важно, вот в последний день, когда мы с ним прощались перед отъездом, он сказал, главное, отдохни головой. То есть и физически не так важно, как именно морально отдохнуть, психологически, чтобы отпустить турдески, отпустить стресс, все вот это, то, что было. И начать заново, можно сказать, готовиться ко всему. К ответственным стартам, самым ответственным стартам. Поехать туда и показать, на что ты способен, на что ты натренирован. Это очень трудно осознать головой. Полную 10-минутную версию разговора с Анастасией Седовой можно увидеть на нашем канале в Ютубе по адресу канал 16 телевидения Саров. К середине весны стало известно имя команды, которая стала чемпионом первой лиги Нижегородской области по хоккею среди мужских команд. Примечательно это тем, что обладателем золотых медалей стала команда Саров Инвест, проведя головокружительный сезон в любительской лиге. Наши ребята не оставили ни одного шанса соперникам на победу. С заслуженной медалью и званием чемпиона у Сарова. Это чемпионство стало по-настоящему долгожданным. Почти 8 лет Саров не был представлен на хоккейной карте области. В 2017-м наши спортсмены вернулись и сразу громко заявили о себе. Триумфальное шествие в регулярном чемпионате, блестящее выступление в плей-офф и как результат красивый финал. ХК Саров Инвест в трех матчах обыграл своего соперника из Сеченова. Конечно, ребятам тяжеловато Сеченов. Все-таки две пятерки играют. Наши в зоне играют хорошо, молодцы. Комбинации хорошие. На уровне высшей лиги. Поляков нормально, Румынин хорошо играет, нормально ребят играют. Все, команда в целом. Комбинации хорошие. Получается. Отлично играет, молодцы. Какой счетка будет? К 20 надо забить сегодня. Я думаю, за десятку будет. Ну, где-нибудь 12-13 еще набьют. Так что куб наш. Я же шабардарки вам сказал. Наш будет наш. Во втором матче финала на выезде в Сеченово наши спортсмены поставили рекорд сезона, забив сопернику за одну игру 23 шайбы. В последней, третьей встрече уже у себя дома саровчане решили не снижать темп и отправили в ворота гостей 21 шайбу. Сеченовцы смогли ответить лишь семью. Команда Сеченова – это очень достойная команда. Она вышла в финал. То есть это уже показатели в полфинале. Они обыграли в Иксу достаточно сильную команду. Поэтому мы настраивались, мы сделали максимум. То, что хотелось, конечно, не получилось. Да, мы расстроились. У нас нет основного вратаря. Поэтому линия обороны, линия вратарская была слабая. Причина все из-за этого. От этого и настроены наши команды на эту серию. То есть первый угол где-то мы зацепились, постарались. Но у нас физических сил не хватило. Команда Саров более свежее, быстрее. Количество их народу больше. Закономерная победа и заслуженный кубок. Так, поздравление с чемпионством. Саровчане принимали дома на своем льду. Вручить главный трофей лидеру в наш город приехал исполнительный директор Федерации хоккея Нижегородской области. Практически 8 лет отсутствовала команда Сарова на областном уровне. И вот после 8-летнего перерыва команда Саров Инвест заняла первое место среди мужских команд первой лиги. Сразу дебютант занял первое место. Я от всей души поздравляю эту команду болельщиков с этой победой. Рады поздравить нашу команду Саров Инвест с убедительной победой. И мы рады тому, что хоккей у нас в Сарове продлился практически до конца апреля. Сегодня мы обязаны выразить глубокую признательность компании Саров Инвест за то, что существует такая команда, за то, что команда очень здорово себя проявила в этом сезоне. Поздравляю нашу команду с победой. Мы рады, мы горды за вас, за наш саровский хоккей. Обещаем в будущем стремиться работать во благо нашего города и развивать спорт. С победой! Хотелось бы сказать спасибо администрации Ледового дворца и администрации города. Они тоже в нас поверили, дали нам возможность, дали шанс. Естественно, хочется сказать огромное болельщикам спасибо, потому что без их помощи, без их поддержки ничего бы не получилось. Ну и, конечно же, самое главное сказать спасибо огромное Павла Дмитриевичу Харитонову, который поверил в нас, собственно, выделил какие-то средства для того, чтобы эта команда существовала, выигрывала и добивалась каких-то результатов. В следующем сезоне хоккейный клуб «Саров Инвест» обещает не сбавлять обороты и продолжать радовать болельщиков своими победами. А значит, впереди нас ждут захватывающие игры и яркие спортивные эмоции. В мае 2018 года по инициативе нашего телеканала в ресторане «Прайм» прошел первый кубок по боулингу на призы канала «16». Событие знаковое, и обойти его вниманием я никак не мог. Спортивный азарт, неподдельные эмоции и ни с чем не сравнимый звук падающих кегель. Утром выходного дня ресторан «Прайм» открыл свои двери для тех, кто был серьезно настроен стать чемпионом по боулингу и забрать себе заветный кубок. Для кого-то этот вид спорта далеко не в новинку. Ну а кто-то взял в руки шар впервые. В турнире по боулингу приняли участие шесть команд. Некоторые даже пришли целой семьей. В боулинг ребята из команды «Торпеда» играют по возможности. Чаще их можно встретить на трибунах ледовой арены. Для них хоккей – это неотъемлемая часть жизни. Поэтому даже на турнир они пришли с шарфами любимого клуба. Хоккейный клуб «Торпеда» вперед! Футболисты, программисты, физики, ядерщики. Попробовать свои силы в этом виде спорта пришли более 20 человек. Одними из самых шумных и веселых оказались ребята из команды «Сочиняя мечты». Активно выбивали страйки и сотрудники ядерного центра. Для команды «Вымпел» это не первый подобный турнир. Но все-таки к игре они подошли с большой ответственностью и даже тренировались в свободное время. Мы все работаем в ВНФ и в КБ-2, поэтому «Вымпел». Ребята все с разных подразделений собрались, организовались, потруковались, играем. По итогам полуторачасового игрового марафона победителем первого турнира по боулингу на призы канала «16» стала команда «Вымпел». Ребята набрали более двух тысяч игровых баллов и заслуженно забрали кубок. Второе место досталось команде «Пловцы Сарова». Бронзу забрали участники команды «Икотный пионер». Несмотря на то, что победитель был только один, турнир вызвал бурю эмоций у всех его участников. Все отлично, все просто супер. Нам очень понравилось. Мы готовы повторить, конечно. Все хорошо. Время быстро пролетело. Даже не заметили как. Чемпионат прекрасно. Я вообще думал, что мы выступим хуже. Сильные соперники. Мы привезли с собой легионера. Он профессионал своего дела, он программист. Но, к сожалению, его навык не помог ему в расчете идеальной траектории. Все отлично, все понравилось. Почаще бы такие турниры устроились. Это был первый турнир по боулингу на призы канала «16». И он нашел положительный отклик у саровчан. Лето в нашей стране было исключительно футбольным. Чемпионат мира наложил свой отпечаток и на программу «Дополнительное время». Еженедельно в рамках этой программы выходила рубрика, в которую Павел Шпилько рассказывал о своем видении мировых футбольных событий. А еще на стадионе «Икар» была организована фан-зона, в которой можно было на большом экране посмотреть все матчи сборной России. И вот как это было. Расскажи, как вообще ты болеешь за нашу сборную? Душой и сердцем. В финале с кем мы будем играть? Нам бы до него дойти сначала. Если смотреть на игру других команд и сравнивать с нашими, то небо и земля. Таким был этот спортивный год в здоровье. Хочется пожелать вам в новом году быть быстрее, быть выше и быть сильнее, чем были в 2018. Пусть вашу грудь украшают только золотые медали. И никакие проблемы не сбивают вас с курса, ведущего к заветной цели. Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в YouTube и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассники. Всем побед в новом году! Пока!